Всем доброе утро. Еду сейчас в Меркадон. Отработала. Заеду кое-то зачем. Потом вам все покажу. Он когда выходит из работы, у него много энергии. Ну потому что он там лежал постоянно. И ему хочется куда-то. Но в машину только пойдем. Хороший денек такой у нас передает с сегодняшнего дня. Каждый день будет повышаться температура. Бега, суви. Суви. На место. Фу, машинка, какая жарища. В Меркадоне наконец-то появилась черешня развесная. Я уже хапнула. Там вот такие вот даются эти. Накладываешь себе и все. Думаю, может быть еще нектарин взять. Ну что-то они какие-то совсем не очень. Не очень, не очень. На яблоки мне уже совсем не тянет. Пойдем там что-нибудь посмотрим. А дыня у меня горло першит. Как-то странно. Вот прям арбуз есть. Все есть, как в Париже. Тут вот огурчик, помидорчики взяла. Сейчас вообще список надо. У меня список есть. Так что надо в список заглянуть. Первым делом поставила себе на гриль рыбу готовить. Вот. Труча, труча, труча. По-русски же это труча. Форель речная. Иногда забываю, какой по-русски, а какой по-испански слово. Ой, бывает такое прикол, да. В общем, что-то ничего не купила, а 30 евро отвалила. Опять, как всегда, взяла муку. Вот такая ржаная. Заквасочка-то у меня квасится. У нее уже появился такой специфический вкус. Квашеный. Вот. Мороженое взяла. Закваска. Это евро стоит. Полкило ржаной муки. Евро стоит. Мороженое. Евро 0,5. Здесь два таких. Один целый кокос, в общем. Очень вкусный. Я прям его обожаю. Там у меня размораживается салат. Вот такой морской. С морской капустой. Он евро 25. У нас скоро намечается праздник. 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 Фиеста. И у меня будет... В общем, сделаю десерт. Вот в таком фигне. В общем, хочу... Вы знаете, хочу выражаться правильно, корректно, красиво. А деревенская баба так и прет из меня. Так и прет из меня. И, в общем, не получается быть кулюторной. Какая есть. Полюби меня такой. Полюби меня такой. Полюби меня такой. Какая я есть. Аплаусы, аплаусы. Так, ладно, едем дальше. Поприкалывались. Евро 75. Здесь... Нет. Мольда. 2,50. Здесь две штуки. А, и крышка, по-моему, прилагается. И крышка прилагается. Макаронс. Макаронс. К чаю взяла себе. Обожаю. Обожаю. Надо в холодильник поставить, а то растает. Евро 75. Кофе. Я не кофемам. Кофе не понимаю. Я уже 150 раз говорила. Кофе и вино мне по барабану какое. Поэтому взяла вот такое. Самое дешевое. Иногда хочется. Я кофе не пью почти что никогда. Потому что... Не пью. Не знаю. Оно мне не нравится. Ну, вот иногда, знаете, с молоком, когда вот часа в 4 хочется прям такое состояние, нестояние, выпью и вроде как ничего. Но так как оно это фигня на постном масле, то сгодится. Евро 42 она стоит. Маск купила. Смотрите. С пузырьками. Но розовая. Я как увидела, что она розовая, все говорю, хочу, хочу. Она типа обогащает кожу кислородом. Буду я в розовой маске. Интересно. Девки пляшут. Так, ладно. Она у нас евро 50 стоила. Меркадония семечки, кстати, вкусная. Я семечка ман. Я обожаю семечки. И вот эти вот более-менее самые лучшие. Ну, конечно, наши черные я люблю. Я их, кстати, заказала. И в воскресенье кое-что намечается. Так, семечки евро стоят. Взяла вот такие вот, не знаю, как они называются, грибы. Вот сделаю, может быть, ну, не может быть, я их сделаю. Если я их купила, то, естественно, сделаю. Евро 68. Килограмм стоит 7 евро. Ни хрена себе. Ага. И дальше вот всякие вкусняшки для Чарли. Они где-то евро 19, евро 20 стоят. Вот такие вот штуки. Вот мне нравится вот такой вот компот. Ну, не компот, фрукты. Они прям классные. Они без сахара. В собственном сахку. И, в общем, они классные. И иногда вот, хотя есть сейчас много всяких разных фруктов. Ну, здесь всегда много разных фруктов. Ну, вот иногда хочется. Классные. Тоже в Меркадоне. 2,50 стоят. Бананы. Это муж у меня обычно лопает. Евро 29 килограмм. Здесь не дотягивает. 9 копеек для килограмма. Помидоры у нас евро 79. Вот 2 помидора взяла. Так. Пару огурчиков взяла. Тверденькие, хорошенькие. Вот. Что еще? Черешню на 3,26 я вам показывала. Она нам по 6 евро килограмм. И 2 кабачка. Он евро 39 килограмм. Что-нибудь сделаю. Не хочу брать по многу ничего, потому что все пропадает. Пропадаю я. Фруктов, конечно, у меня там вообще беда. Но сейчас такие фрукты идут, что их просто нужно хранить в холодильнике. Поэтому у меня фруктовая вот эта фигня. Ой, ну у меня все как эта фигня. Все у меня фигня. Все у меня фигня. Ну, извините. Вот такая вот фигня. Пустая. Потому что фрукты здесь не лежат. Они все просто переспивают. Вот черешня хранит. А что? Черешня, арбуз. Все это в холодильнике хранится. Как-то так. Вот. Готовится рыба. Вот не знаю. А у меня есть авокадо. Уже созревший. И знаете, что я сделаю? С анчоусами. У нас другая авокадо. Анчоусы. И лук. С луком, наверное, сделаем. Помидоры не охота. Да. Такое вот у меня будет. Обе. Кабачки тоже в холодильник надо положить. Грибы, наверное, завтра приготовлю. Как? Не знаю. Ой. Бляха-муха. А вот еще один авокадо. Какой из них спелый? Вот этот более спелый. Так. Как-то так. Ну все. У меня, наверное, приготовилась уже рыбка. Так что. Такие дела. Закваска. Квасится. Пока особых проблем она мне не доставляет. Звенит этот будильник, что пора ее кормить. Накормила. И все. Ладно. Что получится, то получится вкус. Но пахнет уже таким хлебом. Пойду рыбу смотреть. Вот такой вот у меня обед. Всем приятного аппетита. Кстати, не так уж это много, если вы думаете. Вот рука. Вот рука. Я тут с закваской мутю. В общем, ее сегодня уже нужно как бы половину выбросить. Но я подруге хочу отдать. Поэтому это сейчас мы будем кормить мою заквасочку. Ох, опыт. Пока идет эксперимент. Как говорится, продуктивно, нормально. Вот. Так что посмотрим. Сегодня уже четвертый день. Послезавтра в понедельник можно уже хлеб печь, друзья. Ну, очень интересно, очень. В общем, сейчас добавлю туда 30 грамм воды, 30 лирам муки. И опять, чтобы она у меня там поднималась. У меня работа нарисовалась сегодня после обеда. В пятницу я обычно летнее время не езжу. Ну, вернее как. Вроде бы как не езжу. Но вторую пятницу или третью. В общем, не получается не ехать. Звонят клиенты и еду на работу. Парковки нету. А у меня, знаете, как музыка в машине выключается сама. Я сейчас припарковалась там. Мужик стоял на углу. Ну, я вышла и пошла. Он такой мне кричит. Девушка, вы музыку забыли выключить. Я говорю, да, она сама выключится. А, ну, ладно, говорит. Видите, бдительные какие. В общем, у меня спорт вот такой вот будет как бы. На работу сейчас полезу вон туда пешкарусом. Потом отдам круг такой по всему городу в общем. Выйду на пляж. С пляжа туда. В общем, такая будет у меня пешая прогулка. Но сначала работа. Я надела свои босоножки. Они удобные. Я в прошлом году, кстати, их покупала для ходьбы. Я еще не знала в прошлом году, что есть босоножки, которые такие спортивные. А эти все-таки как бы они вроде как и удобные, и красивые в новых шортах. Они у меня высохли. Смотрите, как бы в хромах хорошо сделалось. Видите, после стирки всегда бахрома. Вот так вот делается здорово. Какой-то вот, знаете, у нас вроде как и тепло и жарко, но ветер такой прохладный. Поэтому хорошо гулять. Это моя клиентка-подружка, да? Привет. Вот. Мы ее оприходовали. Сейчас пойдем. Она к своей сестре идет, а я... Нам по пути, в общем, скажем так. Приятно и с полезным. Сейчас она спустится со мной. Скажет, ну, больше не пойду с ней. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Эта была преследовательная церковь. Но кто? Ну, из арбов. А, но это не какой-то центра? Нет. Ты не видишь эту кармель? Да. Эта кармель? Не знаю. Эта кармель? Эта кармель? Да. Эта кармель? 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 Здесь хотят смотровую прощадку сделать. С лавками, со всеми делами. В общем, красиво делают. А там был дом, в который кончик ходила. Типико испанец. Да, это типичная испанка. Маленькая росточка с густыми волотемными волосами. Вот. Она говорит, я не стесняюсь, так как все у нее закрыты. И маска, и очки, и все дела. Она говорит, что когда она будет старенькой, она подстрелится. Она подстрижется, как я, и покрасится тоже в белый цвет. Я говорю, да? А сколько ждать надо? Я говорю, что, буду здесь всю жизнь? А здесь был рынок раньше, муниципальный. Я никогда не сходила, потому что ей не нравится этот запах рыбы. Но ваш муж, который вырос, любит рыбу, любит рыбу. Она любит рыбу, но она не любит. Она любит рыбу. Но тебе нравится? Эти камеры очень красивые, потому что они молодые. Но тебе нравится? Ты любит рыбу? По-производствуя моего мужа я оборвала. Но ты любишь? Да, да. Потому что вы не готовы? Потому что вы не видели. Я вижу голову с пешком, с глазами, с глазами, с глазами. Да, я купил его с другой день. И тебе не было? Нет, потому что головы были вверх. И я думаю, как я снимаю ее? Так, с глазами, с глазами. В общем, она не любит... Она любит рыбу из-за того, что она голова, и я ей про кролика рассказала, что я просто... Мне недавно кролика готовила, и тоже так голову выбросила. В общем, вот так вот разговоры наши идут. Такую дорогу я вам уже показываю. Все. Подружка пошла к своей сестре. Кстати, сестра была пару дней назад. Тоже красилась. Она где-то вот в этих домах живет. Такая она мне говорит номер. Сестра говорит, вот она у меня живет по этому адресу. Я говорю, ну ты скажи, что я приду в гости. Сейчас, говорю, запишу. Прискажи, я приду в гости. Ой, смеемся. Кстати, она вот... Ей кончи тоже нравятся. Индийские фильмы. Турецкие. И вот мы все время с ней это... Но в Испании, знаете, турецкие, индийские фильмы, они... Большинство идут с субтитрами. Вот. И... Она все время... Вот, блин. Нифига себе. Ты смотришь фильмы. Так классно. А я должна, блин, читать. Вот. У нее была даже, знаете, такая идея поехать в Индию туристом. Ну вот. Что-то как-то никак. У нее сын, кстати, живет сейчас в Китае. Вы не представляете. И я все время ее спрашиваю. Ну, он уехал учиться туда. Я все время ее спрашиваю, как там у него дела. Он говорит, нормально. Работает, подрабатывает в Макдональдсе и учится. Вот так вот. У него даже была невеста китаянка. Она здесь училась. И сейчас потом она уехала тоже в Китай. Ну, в общем, они расстались, потому что разные города. А она так ее полюбила. В гости приглашала. В общем, смешно. Она мне постоянно рассказывает про нее. В общем, иду я на пляж сейчас. С Чарли прогульнусь. Такое ощущение, что время где-то часа три-четыре. А на самом деле уже, по-моему, около восьми. Представляете, какой день длинный. Вот тут даже полиция ездит. Надо же. Все цивильно. Ну, народу, по-моему, не очень много. На пляже. Народу так нормально, в принципе. На пляже. Здесь еще зона такая, что... Вот там вот парковочные места. То есть, туда вот идти пешком надо все-таки немного. Гляжу, и люди купаются. В общем, можно даже мне открывать пляжный сезон. Ну, вода, наверное, леденющая еще. Хотя бы пару деньков или три должна согреться. Без штормов. Вот так смотрю на людей. Прям хочется нырнуть с головой. Кстати, я кончу, спрашиваю, говорю, а что ты в маске по улице ходишь? Она говорит, мне, говорит, даже лучше. Так, говорит, морщин не видно. Что, говорит, я в очках, в маске. И не поймешь. То ли старая, то ли молодая. Ой, она такая смешная приколистка вообще. Чарли на выгуле. На пастбище. Травку лопает. Слышите звуки какие? Рай для ушей. Куда он пошел-то? Я туда не пойду. Там ничего нету. Я тут послушаю. Ну, ё-ну, а я такой смотрит на меня. Бежит, бежит, посмотрит. Типа, ты что там отстала? Куда ты побежал? Что-то ему там понравилось. Мы тут к машине идем. Между огородов. Пляж остался там. Все, посмотрел? Нет ничего интересного. Пошли к машине. Сейчас приду, налопаюсь арбузика. Пить хочу. Забываю я про воду. Вот сейчас на комментарии ответила. Забываю воду пить. Я вообще не люблю воду простую пить. Машина, что ли, сзади, да. Вот. И вот поэтому всякие чаи пью. Настойки там всякие. Ну, вот эти не чаи, прям чаи. А всякие травки, муравки. Вот. И забываю. А сейчас надо пить. Сейчас лето. И для кожи хорошо. И для всего хорошо. Ведь мы, по-моему, на 90% состоим из воды. Вот я состою на 80%. Потому что воду забываю пить. Да, Чарли? Тут вот козы. И запах специфический такой. Козлиный. Там вот у нас впереди козы. Смотрите, что у меня тут творится. Была полбанки. Гляньте. Гляньте. Зарин, это твоя заказка, если ты меня смотришь. Тебе, пожалуйста. Гляньте. И это вон как. Ох, красота! Завтра или когда ее печь в хлеб-то, господи. Я даже прям растерялась даже. Ну, завтра замешу. В воскресенье хлеб себе испеку, а? Ну, вы посмотрите, какие дела-то идут, а? Ммм. Ну, стои, кисни дальше. Обалдеть! Ну, надо же! О! Шикардос! Арбузик буду кушать. Пропылесосила. Поменяла у Чучи ковровое покрытие. Дала ему поесть. У него он теперь не один. У него теперь друзья к нему прилетают. Вот. И знаете, проскрабировала лицо. Вот это вчера, который я покупала, вот это вот пыль какая-то. Вот. Ой, блин, как чешется. И хотела маску розовую, которую с пузырьками нанести. А потом вспомнила, что у меня еще вот эта осталась, которая тоже вроде бы как обогащает. В общем, надо доделала ее все. Она там идет в упаковке, но там ее типа на один раз, но там ее много. Мне хватило на три раза. А вот. И вот так вот вышел с вами попрощаться. Так хорошая погода вообще у нас замечательная просто. Лето наступает. У нас еще не лето, кстати. Лето наступит с 21-го числа, с понедельника, по-моему, да? Когда это 21-го числа? Я даже не знаю, какое сегодня число. В общем, да. В Испании лето не с 1-го июня начинается. Так что скоро лето начнется. Лето! Ах, лето! Вот. Ну все. Буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. Завтра уже суббота. Ай, ну, значит, надо вас поздравить с выходными. Провести их вот так вот хорошо, на полную катушку. Вот. И, как говорится, запастись силами на новую рабочую неделю. Так что всего самого лучшего. Всем пока-пока! Чистюля мой, чистюля! Чистюля мой! Своей игрушкой!